За все аварии текущего отопительного сезона Балаковское отделение ПАО «ТПлюс» ответит перед судом. Сегодня заместитель прокурора Семён Изместиев озвучил предварительные результаты проверки, которую ведомство начало проводить ещё в декабре после нескольких случаев с массовым отключением отопления в квартирах балаковцев. Виновные лица, в том числе руководство Балаковского отделения ПАО «ТПлюс», Саратовского отделения, привлекалось к административной ответственности. Причём административная ответственность назначалась не только по инициативе прокуратуры города, хотя в большинстве случаев это была именно инициатива прокурора, но и по инициативе контролирующих органов, так, по постановлениям Ростехнадзора, Саратовское подразделение ПАО «ТПлюс», привлечено к административной ответственности на общую сумму, насколько я знаю, более 400 тысяч рублей. Кроме этого, прокурорам города Балакова неоднократно вносились представления и в адрес руководителя регионального филиала «ТПлюс» Юрия Березина, и в адрес директора территориального управления по теплоснабжению в городе Балакова Ивана Родичева. Но, несмотря на это, отключения и аварии на теплосетях продолжаются. По согласованию с прокуратурой области было принято решение обратиться в суд, и на данный момент в суде рассматривается исковое заявление прокурора, в результате которого мы требуем признать незаконным бездействие ПАО «ТПлюс», по содержанию сетей провести диагностику всех городских сетей и по результатам диагностики выявить участки, имеющие максимальный износ, и провести их замену. То есть, в настоящее время вопрос об обязании ПАО «ТПлюс» обновить инфраструктуру теплоснабжения в городе рассматривается в суде. Результаты аварии и порывов на теплосетях анализировались прокуратурой, причем для этого привлекали специалистов в области теплоэнергетики. Они дали свое заключение. Обследовались у нас и городские сети, обследовалось и ТЭЦ-4, и одной из основных причин сложившейся ситуации был назван износ теплопроводов, износ коммуникаций теплоснабжения, причем как магистральных, так и внутриквартальных. Если судить по истории аварии этого отопительного сезона, то можно отметить, трубы рвутся совершенно разного диаметра и местоположения. Это, по мнению прокуратуры, говорит об износе именно магистральных теплосетей, по которым проходят тонны воды, и если на них случается порыв, то десятки домов остаются без тепла. Так в ноябре прошлого года именно с улицы Минская началась череда порывов, и вот вчера снова теплоэнергетики устраняли неполадки на том же месте. Там лежит труба, которая имеет степень износа, которая не позволяет ей достаточно качественно функционировать. Поэтому на что ориентирован наш иск? Наш иск ориентирован на то, чтобы понудить ПАУТ-Плюс провести диагностику, и либо заменить целиком всю эту трубу, там сколько, 200-300 метров полностью, либо вырезать прохудившиеся участки, вварив туда новые участки этой трубы. В общем-то, что было в ноябре и сделано. То есть в одном месте порвалось, они ее заменили, порвалось в другом месте. Соответственно, мы приходим к выводу, что менять надо всю трубу. Поэтому, но опять же, мы не специалисты, поэтому мы обязываем ПАУТ-Плюс через суд провести диагностику с использованием специального оборудования, специальных сотрудников, которые, в общем, имеют навыки в этой сфере. И в случае, если обследование покажет износ трубы, больше установленных норматив, то обязательно заменить эту трубу. Проводить диагностику Балаковской системы теплоснабжения доверят иногородним специалистам, а не сотрудникам Балаковского управления ПАУТ-Плюс. Все трубы, которые у нас лопались, они все прошли экспертизу. И по всем было заключение о том, что труба изношена, но продолжать ей пользоваться еще можно. До 2018 года, до 2019 года, но тем не менее. Как показывает практика и то, что мы видим в течение этой зимы, особого доверия к результатам этих экспертиз нет, поэтому мы своими методами гражданско-правовыми обязываем ПАУТ-Плюс провести уже надлежащим образом обследование. Продолжение следует...